всем добрый день сегодня как обещал одному из подписчиков делаю детальный обзор вот на этот мопед рига 13 мопед абсолютно новый без какого-либо пробега без запуска двигателя можно даже так сказать без каких-либо изъянов 90 года выпуска сохранность у него квартирная стоял в квартире в предыдущем видео я его показывал он был еще весь такой именно в домашней пыли сейчас он весь чистенький я его несколько дней сушил на солнышке благо сейчас погода позволяет высушить постараюсь показать все крепления все болтики все шайбочки все метизы здесь даже остатки консерванта коричневого родная трубочка вот именно такая должна быть у мопедов у рижских скобочки которые держат кстати вот этот тип мотора был придуман одним из советских каких-то самоучно самоучка конструктор практически как бы сказать на коленках был сделан в тридцать пятом году ну его прародитель этого двигателя здесь до 8 и родоначальник в тридцать пятом году был сделан и представляете до сих пор от двигатель производится в китае опять же с какими-то конструктивными отличиями но тип двигатель именно такой золотникового типа до сих пор производит какой бы он не был со всеми своими ну скажем так нюансами кто-то считает старым неудобным непрактичным ломучим но вот тем не менее до сих пор стоит в производстве сохран конечно мопедос просто волшебный саркана звайзгны если надеюсь я правильно произнес по моему красная звезда периодится сцепление фиксатор сцепление звоночек на всех волосипедах советский такой стоял вот как выяснилось что даже на мопеде такой стоит раньше не видел обратите внимание ручка газа отбрасывается назад не всегда это так обычно работала насос насос велосипедного типа а шланг стоит под можно так сказать автомобильный ну он же моциклетный золотник бак абсолютно чистый белый металл кстати вот про этот обтекатель который здесь впереди стоял на некоторых был на каких-то не было вот на более ранних восьмидесятых годов насколько я знаю они были вот с этим ну назовем его обтекатель я не знаю какой маской называли в детстве помню и лобач по всякому называли но я не знаю такой небольшой апгрейд был ну здесь вот его нет в комплекте как мне попадался зелено-белый зеленая рама белый баг бы белые крылья тому где-то был 87 88 год вот он был в комплекте с этим пластиковым щиточком здесь уже стоит катушка зажигания на моторах d6 провод шел непосредственно из двигателя в катушке в катушке стояла обмотка в катушке зажигания стояла обмотка на бобину высоковольтная она по моему называется здесь идет световая на свет пошел провод и питание катушки зажигания вот он пошел из двигателя на бобину но из бобин соответственно проводок на свечку система надежней гораздо чем нежели когда высоковольтный провод шел сразу из двигателя очень часто я тоже катушку и пробивала очень боялась сырсти и прочего я даже помню у меня в детстве был мопед как раз с двигателем d6 я срезал ножиком одну обмотку с катушки зажигания и ставил бобину от мотоцикла приспосабливал и после этого он у меня ездил когда тут была намотана бобина на катушке одно сплошное короче мучение то едет то не едет то есть искра то нет искры то слабая искра то еще какая-то не такая неподходящая стоило только поставить выносную катушку так сразу все заработала и поехала я думаю у многих были такие приключения с этими рижанскими и так называли в детстве рижанки дырки рижанки газульки по всякому на этом наверно буду заканчивать всем пока рижанка рижанка рижанка